Уважаемые коллеги, добрый день. Я больше смещусь в клиническую онкологию, поскольку сам клиницист. Будет небольшой уход к эксперименту, но он будет достаточно маленький. Тема доклада – это метформин и мелатонин в комплексной терапии рака молочной железы. Начну с мелатонина. В целом, еще когда даже мелатонин не был открыт как вещество, то уже были наблюдения о том, что у пациентов на аутопсии наблюдались такие изменения морфологические, как гипертрофия эпифиза, терапия эпифиза, развитие множества кист, кальцификация, в частности, и у пациенток, страдающих раком молочной железы и погибшим от данного заболевания. И уже в середине XX века было показано, что среди всех пациенток, страдающих злокачественными опухолями, в частности, у пациенток с гормон-позитивным раком молочной железы, наблюдается снижение ночных пиховых концентраций мелатонина. Сравнивалось это все в рамках рандомизированного исследования со здоровыми добровольцами. Про меланин можно говорить много, но в целом не очень хорошо видно, но я сейчас все постараюсь наглядно объяснить. Это метаанализ 2018 года. В него включено достаточно много исследований. о применении мелатонина в клинике, как в монотерапии, так и в сочетании с различными видами лечения лекарственного, интерлекины, интерфероны, гормонотерапия и, естественно, химиотерапия. Если посмотреть, то в целом потрясающие результаты. То есть мелатонин увеличивает и общую выживаемость, и частоту объективных ответов на лечение. Но я более детально подошел к этому вопросу и посмотрел каждое из этих исследований отдельно. Так вот, что можно здесь сказать? Во-первых, смущает, что все-таки у нас почему-то только один автор в основном этим занимался. Во-вторых, практически ни в одном из исследований нет подгруппового анализа. То есть включаются пациенты с разными опухолями, с разными локализациями метастазов, с разным ЭКОК-статусом, и также причем даже и не только с солидными опухолями, но и с лимфопролиферативными заболеваниями. И потом делается какой-то вывод по общей группе. Однако вот посмотреть, если в контексте рака молочной железы, то очень сложно найти, где есть в этих исследованиях подгрупповый анализ, как мелатонин влияет именно на течение заболевания на фоне его приема в сочетании с различными цитостатиками и гормонотерапией. Опять же, смущают очень высокие дозы. Сейчас говорилось о дозе 1 мг в день. Там дозы от 20 до 40 мг, что в 10, в 20, в 30 раз превышает стандартную дозировку мелатонина. Поэтому здесь можно хвалить, но перехваливать не нужно. И очень обидно то, что все исследования в основном уже прошло более 10-15 лет с момента опубликования большого количества этих работ. А сейчас у нас только многочисленные метаанализы тех работ, которые были опубликованы так давно. И на самом деле у них есть действительно изъяны в плане именно планирования этих клинических исследований. Что касается метформина. Уже говорили о том, что когортные исследования, в частности, датское, самое известное, показали, что в целом пациенты с наличием сахарного диабета, принимающие метформин, они обладают более низким риском заболеть раком молочной железы. Исследования немножко пошли дальше. Дизайн каждого из исследований, представленных в таблице, состоял в ретроспективном анализе определенной базы пациентов. Обычно это все-таки один какой-то крупный онкологический центр. Пациенты, которые были пролечены по поводу ракомолочной железы, радикально пролечены, то есть стадии были локализованы. И часть из этих пациентов имела сопутствующие патологии сахарный диабет. Соответственно, часть из этой группы принимала метформин. Так вот, только в двух из шести исследований было выявлено, что прием метформина может увеличивать общую и безрецидивную выживаемость, что наибольший интерес представляет то, что именно при хир-2 положительных опухолях. Сейчас приведу пример одной из этих исследований с наиболее большой медианой наблюдения, более 100 месяцев. Здесь было выявлено, опять же, на графике, что прием метформина увеличивает общую выживаемость. Сравнение идет исключительно с группой тех пациентов, кто не принимал метформин, но также страдал сахарным диабетом. И безрецидивную выживаемость он увеличивает также, но здесь различия близки к статистически значимым. Исследователи пошли дальше и решили понять, за счет чего они близки к статистически значимым. При подгрупповом анализе было выявлено, что за счет группы пациентов с так называемым трижды позитивным раком молочной железы, здесь такое драматическое расхождение кривых идет, именно в этой группе безрецидивная выживаемость гораздо выше на приеме метформина. Как все знают, что наибольшей доказательной базой обладают именно проспективные клинические исследования. И вот здесь неполный, конечно, список, но тех исследований, которые... Часть из них закончилась, часть из них идут сейчас уже, еще пока идут, и некоторые из них уже даже опубликованы. Вот стрелочками выделены те исследования, которые были проведены в Институте онкологии Петрова. О них я скажу чуть позже, а сейчас озвучу результаты двух других исследований из этой таблицы, которые уже опубликованы. Вот одно из них, дизайн очень простой, анодиумантная гормонотерапия литрозолом, и пациенты также принимали либо метформин, либо плацебо. Исследование было рандомизированное. Но на самом деле, если посмотреть, данные достаточно также противоречивы. У нас не было получено ни увеличение в группе приема метформина, ни частоты объективных ответов, соответственно, не было получено увеличение частоты органсоохранных операций. Что интересно, некоторым пациенткам, не всем почему-то, бралась промежуточная биопсия. То есть после четырех недель лечения выполнялась промежуточная биопсия, оценивался такой суррогатный маркер безразднованной выживаемости, как КИИ-67. Так вот, у тех пациенток, которые принимали метформин в сочетании с гормонотерапией, индекс КИИ-67 менее 10% был выше, нежели в той группе, которые получали стандартное лечение. Однако вот эти данные, они не подтвердились, когда пациентам уже провели оперативное лечение. Это обычно происходит не через месяц, а через 4 месяца после начала неодевантной гормонотерапии. Второе исследование. Здесь уже метастатические пациенты также принимали метформин в сочетании с ингибиторами амар-арматазы. Там был анострозол и элитрозол. Здесь также не было показано никакой абсолютно разницы между группами ни по выживаемости без прогрессирования, ни по общей выживаемости. Нужно сказать, что здесь дизайн тоже оставляет желать лучшего, поскольку пациенты включались на разных линиях терапии. Кто-то из них получал вторую линию, кто-то третью, кто-то четвертую, кто-то пятую. И группы были не совсем однородны. Еще одно исследование – это ретроспективный анализ пролеченных пациентов с 1990 по 2007 год, радикально пролеченных по поводу ракомолочной железы. И посмотрели их достижение полного патоморфоза у этих пациентов. Смотрелось-то все в М.Д.Андерсене в США, группой патологов из одного и того же центра, что повышает в целом специфичность результатов. Так вот, было выявлено, что среди пациентов, которые страдали сахарным диабетом, помимо рака молочной железы, достигался полный патоморфоз достаточно значимо чаще, нежели у тех пациентов, кто страдал сахарным диабетом, но не получал метформин. В Институте онкологии также было проведено исследование, которое было нацелено на то, чтобы улучшить результаты лечения больных местно распространенных раком молочной железы путем применения мелатонина и метформина. Задачи долго остановиться не буду. Была экспериментальная часть, все лучше на картинке будет видно, и клиническая часть. В экспериментальной части тестировался мелатонин и метформин в сочетании с цитостатиками гормонотерапии в отношении перевариваемых опухолей молочной железы у мышей. А в клинической части уже изучалось именно в рамках рандомизированного проспективного исследования, как мелатонин и метформин могут влиять на результаты данного лечения. Очень кратко по экспериментам, прошу прощения. Дизайн экспериментов был везде схожий, то есть мышам определенной линии перевалась штамм опухоли, в данном случае это опухоли Эрлиха, соленый штамм, и дальше мыши рандомизировались на 6 групп лечения. В этом опыте было показано, что мелатонин потенцирует эффект противопухоли доксурбицина. Это две нижние кривые, то есть в отличие от монотерапии доксурбицином, здесь наблюдалось потенциирование действия цитостатика мелатонином. Во втором опыте со схожим дизайном, но с другой уже переваяемой опухолью, ХЕР2, положительную опухоль молочной железы, также было показано потенциирование действия цитостатиков как мелатонином, так и метформином. Единственное, что мелатонин в монорежиме на модели данной опухоли не показал свою эффективность, в то время как метформин в монорежиме был схож по эффективности с цитостатиком по клетокселам. В третьем опыте было показано потенцирование эффекта противопухолевого антиэстрогена, как термифен, добавлением к этому лечению метформина на модели той же опухоли. Клиническая часть. Два рукава, то есть это больные всеми биологическими подтипами рака молочной железы, передной одевантной химиотерапии, были обследованы и рандомизированы на три группы. Первая группа получала стандартный антрациклинтоксан, содержащий схемы химиотерапии, вторая группа получала то же самое в сочетании с мелатонином, и третья в сочетании с метформином. Длилось это все 6 курсов. Дальше была выполнена операция всем пациенткам, и первичной конечной точкой здесь являлся именно достижение полного патоморфоза. Вторичными конечными точками объективный ответ и качество жизни пациентов. Группы пациенток были достаточно однородны по всем показателям. И что мы получили? В результате многофакторов на анализы было выявлено, что ни мелатонин, ни метформин не влияют на достижение полного патоморфологического ответа. В то время как данный показатель был статистически значимо выше у пациенток с ХЕР-2 положительной опухолью молочной железы, что в целом подтверждается литературными данными. Зато мы получили интересные данные по качеству жизни. А именно выявилось то, что путем анкетирования до, во время и после проведения химиотерапии, что в группе пациенток, которые получали химиотерапию в сочетании с мелатонином, конечно, качество жизни не то что улучшалось, оно не ухудшалось, в отличие от других групп, по данным трем показателям. То есть у них улучшался сон, снижалась утомляемость за счет этого и повышалось рулевое функционирование. Второй рукав – это уже пациентки только с люминальным А и Б подтипами. Они получали на демантном режиме гормонотерапию термифеном, как в монорежиме, так и в сочетании с мелатонином и метформином. Длилась данная терапия 4 месяца, далее следовала операция. Здесь первичной конечной точкой было снижение индекса КИ-67 на фоне терапии. Вторичными конечными точками являлся объективный ответ и качество жизни пациенток. Здесь останавливаться не буду, это просто группа пациентов, характеристики. Что получилось в результате многофакторной анализы? Здесь прием мелатонина оказывал эффект на объективный ответ, что проявляло статически значимым увеличение частоты объективного ответа в данной группе пациентов. А метформин оказывал влияние на частоту снижения индекса КИ-67 на фоне терапии, что также являлось статически значимым. Здесь наглядно показано, насколько больше мы наблюдали объективного эффекта на лечение по результатам инструментального обследования после терапии в группе на демантной гормонотерапии с мелатонином. А здесь это бокс-плоты медиана индекса КИ-67 до лечения и после лечения. Например, в группе теремифена с метформином она составила 20% до и 9% после, что явилось статически значимым. Также интересное наблюдение прослеженной корреляции индекса массы тела со снижением индекса КИ-67 у больных экстраген-позитивным раком молочной железы. Именно в одной группе, в группе на демантной гормонотерапии с метформином. Что это значит? То есть чем выше у нас у пациентки был индекс массы тела, тем больше шансов было на снижение индекса КИ-67. В качестве жизни различий никаких не было получено, не улучшали, не ухудшалось. И к чему я это все говорил, что в целом не только мы занимаемся данной проблемой, а существует целая группа, она инициирована бельгийскими учеными. Сейчас она уже поддерживается учеными из многих стран, которые занимаются в основном сбором данных про лекарственные средства, которые уже зарегистрированы для какого-то другого лечения. То есть для лечения любого другого состояния, не онкологической болезни. И в настоящее время там 237 лекарственных препаратов. Конечно, в их число входит и метформин, и мелатонин. В таблицу представлены наиболее перспективные препараты, у которых наиболее большая сейчас и на данный момент доказательная база того, что они могут быть когда-то использованы в клинической онкологии как комбинаторные агенты со стандартным лечением. Но, тем не менее, конечно, требуется еще очень много данных собрать на этот счет. Спасибо за внимание. Михаил Анатольевич, есть вопросы? Да, как приятно, конечно. Показано? Как вы считаете? У меня есть вопрос о воздействии метформина и мелатонина на пациентов раковых. Это связано с возрастом пациента или не связано? По результатам наших исследований мы включали этот показатель в многофакторный анализ. Не было показано разницы в эффективности лечения, корреляции какой-то с возрастом. Не было показано. Но это в нашем исследовании. У нас достаточно мало больных. Да, спасибо за ответ. Мне вот интересно узнать. Потому что возраст может быть, ну, например, пациентов в возрасте от 55-60 до, скажем, 85 до 90 лет. И вот в этот период по-разному люди стареют. Одно дело, кому 50 или 60 лет, и у них онкология, у них рак. Либо люди в возрасте 80 или 85 лет, они стареют по-разному. Даже у самых старых из них тоже не было разницы. Здесь метформина и мелатонина. У тех, кого лечить. Даже в самой-самой старшей возрастной группе. Влиял никак на эффективность. Он был и у более молодых, и у более пожилых пациентов. Они пропорционально. Их степень эффекта была, не различалась от возраста. У всех возрастов одинаково. Одинаково реагировали. Спасибо. Повторите, пожалуйста, вопрос в микрофон. Микрофон, повторите, пожалуйста, вопрос, чтобы переводчик мог его перевести. Сколько вы принимали в расчет развитие рака молочной железы стандартное, допустим, статистическое наше? Это же не один год оно происходит там, правильно? Развитие рака молочной железы, в смысле у конкретно взятой пациентки? Ну, я понимаю. Ну, хотя бы... Да, 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 да. Ну, допустим, если уж считать, надо что-нибудь среднее какое-нибудь брать. Вот сколько у нас, допустим, в стране? Ну, я такими, да, такие данные не знаю. Я, понимаете, я работаю с профилактикой, да, что именно мы сравниваем с чем? Ну, вы, допустим, даже делаете профилактику, тут действительно должна быть вообще индивидуальность большая. То есть вы должны учесть целый ряд, я не буду считать, сколько факторов. На самом деле, а профилактики-то я это не говорил, я говорил о лечении просто. Ну, и лечение тоже. Ну, вот лечение, что же замедляется, оно что же замедляется не на месяц, там, не на полгода, оно же тоже должно длительное быть. Нет, лечение... Потому что процесс развития, он... Да, слушайте, вопрос. Процесс развития, он не краткий. Правильно? Да. То есть он не длится, там, неделю, месяц и все прочее. Для развития требуется, конечно, время, может быть, месяца и годы даже. Правильно? Как учитывалось это вами? Потому что, когда вы давали вот такие краткие результаты, мне это немножечко вызвало вопрос. Как вы учитывали вот время развития? Можно отвечать, да? Да. Абсолютно не учитывали, поскольку эффективность лечения оценивается по рецест. Это стандарт во всем мире. Мы не оцениваем, сколько у кого... То есть это нигде в исследованиях об этом не написано, что нам нужно оценивать эффективность по тому, насколько у какого пациента раньше, у кого позже развился рак молочной железы. И сколько он развивался у них. Главное, как он быстро уменьшается на фоне этого лечения. Спасибо. Нет, ну то есть индивидуализации такой у вас никакой не было? Нет, конечно. Не было. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо, Михаил Анатольевич. Спасибо. 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 Спасибо.